Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, политический аналитик и ведущий эксперт в вопросах открытых и закрытых гештальтов. Михаил Чаплыга вместе с нами. Миша, здравствуйте. Рад видеться. Круглосуточные гештальты. Ну что же, Миша, давайте будем подводить итоги уходящей недели. Она была по-настоящему горячей, насыщенной, интересной. В какую сторону бегут розовые пони, закрыт ли гештальт, пройдена ли точка невозврата после саммита НАТО? Ощутили ли вы тот стресс, о котором так много говорили в рамках наших эфирах? Что там вертится на шпинделе? И да, кстати, пик. Когда он будет? Или уже наступил? Хорошо, давайте все по пунктам. Шар. Что такое шар? Геометрия на шаре. Это путешествие с точки А в точку А. Длина путешествия в среднем где-то около года, как получилось. Мы вернулись в ту же точку. То есть, если вы сейчас наложите все события, которые были в прошлом году, именно в это время, на то, что происходит сейчас и на новости, вы увидите абсолютно полнейшее совпадение. То есть, идет просто повтор. Я вам больше скажу. Тогда огромные надежды возлагали. Сейчас я это называю Минск-3. Ну, то есть, вот этот пик математический, который показывает переговорный процесс в начале ноября, и точка принятия решений где-то вот я и вывел там на 20 числа июля. 20 числа июля – это пик принятия решений, либо туда, либо сюда. А где-то конец октября, начало ноября – это пик по Минску-3. Вернитесь на секундочку в год назад. И вы скажете, этот Чаплыга год одно и то же говорит. К ню понятно, путешествие по шару. Конечно же. Значит, вернитесь. А что было тогда? Я вам сразу напомню. Тогда в июле, в это же время, вы идите в гугли, сейчас зайдите и проверьте. Мы говорили о чем? Про Киев Секьюрити Компакт. Помните такое было? Это должно было стать, это представляли в конце августа, должны были, ну, представили президенту, это должно было лечь в основу международной гарантии безопасности, и, ну, и далее по тексту. Но этого не случилось. И эти Киев Секьюрити Компакт, оно должно было год еще раз прокрутиться, для того, чтобы вернуться в виде гарантии Г-7. То есть то, что Г-7, это по сути в основе, вот эта группа Ермака Расмуссена, это легло в основу гарантии Г-7. Ну, плюс еще детали там и так далее, и так далее. То есть, по сути, путешествие по шару мы прошли длиной в один год. Яка Бисова Сыла мешала прийти к этому всему год назад, непонятно. Но математика точно так же показывала точку принятия решений июль и точка переговорного процесса конец октября, начало ноября. Но разница в чем? Два одинаковых путешествия. Разница заключается в том, что в первом гештальте, так называемом, который закрылся в ноябре месяце, у нас еще было время, ноябрь, декабрь и январь, три месяца, три у нас было, до точки невозврата. Что такое точка невозврата? Это когда ты запустил, грубо говоря, дрон, у него хватает там на 20 минут заряда, дрон пролетел 15 минут, и что, возвращать его на базу? Он не долетит. Все. Он никогда уже не вернется в точку запуска. Соответственно, это теряет смысл. Лететь вперед, а если нету уже цели, что дальше? Ну, то есть, или цель недостижима, или поменяла свои координаты. Все. То есть, вот, у нас было, еще было тогда, тогда было три месяца, и мы могли, пик принятия решений, потом пик переговорного процесса, три месяца, и мы все успевали. Но нет. Этого не случилось. И мы пошли, все, дальше система пошла в разнос. Просто, она уже неуправляема. Если мы прошли эту точку ноября тогда, год назад, я сказал, что дальше все. Что началось с ноября? С ноября началась Первая мировая-окопная война. Самое страшное, что могло произойти. Ничего географически не изменилось, по сути, с ноября месяца, по сегодняшний день. Мне скажут Бахмут. Ну, Бахмут, Бахмут. Что географически принципиально изменилось? Ничего. Но что принципиально изменилось? Количество оставшихся в живых украинцев, да? Количество долгов, экономика, демографическая пропасть и понимание того, что количество людей, которым уже нечего терять и прошедших точку невозврата, превысило пороговое значение. А что означает, когда мы прошли в январе точку невозврата? Что даже если война закончится сегодня, плана мирной Украины не существует в природе. Если кто-то найдет план мирной Украины, покажите его мне. Да, вы сами себе его покажите. Вот представьте себе, что вы на ринге, бились, 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 бились. Все отлично. Вы даже побеждаете. Потом бах, звучит гонг, и ринг останавливается. Ну, бой останавливается. Из вашей крови уходит адреналин, который держал вас, невзирая на все травмы и так далее. Что наступает с вами дальше? Вы понимаете, что вы живете, пока идет война. Война стала жизнью. Если остановить войну сейчас, вы либо умрете, либо разорвете сами себя изнутри. Это правда жизнь. Понимаешь? Следующее, что мы, ну, это первая правда жизни. То есть, давай уже закончу эту мысль. Точка невозврата была в январе. Ничего с ноября по сегодняшний день не изменилось географически. Это окопная война. Что делали русские под предлогом Бахмута? Ага. Они окопались по югу и сказали, мы хотели два региона в начале войны, а получили четыре. Окапываемся. Мы получили в два раза больше, чем хотели. Ага. И они начали окапываться. Понимаешь? А что теперь они плюс бонусом получили? И окапываться, и все на свете минировали. Давайте еще раз. Я не знаю, это запрещено уголовным кодексом или нет, но давайте зададимся вопросом. То, что они называли демилитаризацией. А ну, откройте западные СМИ. А ну, послушайте Байдена, Кирби, Салливана. Послушайте все, что на НАТО говорили. Ну? А по поводу экономики? А ну? Ничего, что у вас там за 200 гривен блокируют счета еще до конца войны. Блокируют вам счета с вашими там накоплениями и так далее. А ничего, что вам уже и тарифы подняли, да? А ничего, что уже там, ну, все процессы, которые должны были быть до конца войны, проверки там, под предлогом МВФ, уже все сейчас началось. Ибо, как оказалось, репарации и контрибуции платит тот, кто воюет. Это же было понятно. Ну, а лапшу вешали. Ясно? С прозрением вас, товарищи. Так вот, мы сейчас проходим этот гештальт, который я говорю, второе это путешествие по шару. А мне нечего добавить. Я могу просто сейчас сидеть в телеграм-канале, открывать день посты, которые я писал год назад, ставить их, и вы не увидите разницы. Потому что бег по кругу, грабли разложены, наше национальное путешествие. Только каждый новый пробег – это новые синяки и потеря достояния, которое было у нас, доставшееся от УССР. Как украсть? Как украсть фамильное золото? Очень просто. Сказать, что это проклятое коммунистическое золото, и его надо отдать. А чтобы никто не вякнул по поводу разграбления страны, нужно рассказать, что цена армия. Мы повинны платить нашим партнерам. Партнерам надо платить. Спалили. Два шашлыка. Пиши три. Пиши три. Три шашлыка в пропасть. Вы, наконец-то, начнете это все осознавать. Потом до вас допрет просто очевидная вещь. Очевидно. НАТО – это что? НАТО – это ответный ход на что? На угрозу России. Времен Холодной войны. НАТО является зеркальным отражением. Кого? России. Друзья мои. Знаете, когда-то был тост такой у миротворцев. Голубые береты. Я с ними когда-то имел отношение, потому что у меня была бурная молодость. Там такой прекрасный город Вакавар. И многое другое. Бумажные номера ЗГ. Многое я уже в своей жизни видел, понимаешь. И бегать по граблям не собирался. Так вот. Когда мы пили в день миротворства, у них есть собственный день. Пили за здоровье миротворства. Знаешь, какой у них главный тост? У всех. Так пусть никогда не потухнут пожары мировых конфликтов. Потому что если они потухнут, то эти ни хера не заработают. Понимаешь? Ага. Возвращаемся к тезису о том, что НАТО является зеркальным, то есть противоположным отражением России. А если нет России, что будет с НАТО? Кто-нибудь. В своих выступлениях на этой неделе так много говорила о холодной войне и проводила эти исторические параллели. Конечно. Потому что если нет России, нет НАТО. Запомните это. Нет НАТО, нет заработка ВПК США и вообще любого ВПК. Запомните вы это. Кто является гарантом России? НАТО. НАТО. Понимаешь? Точно так же, как гарантами голубых беретовых заработка являются пожары мировых конфликтов. Запомните это. Хотел сказать идиоты. Ну какие же вы идиоты? Вы же в школу ходили. У вас же у многих высшее образование. Советское еще. Кто же вам логику выключил-то в голове? Как вы могли отречься? От критического мышления. От причинно-следственных связей. От банальной логики, которой вас учили в высшем учебном заведении. А теперь, насмотревшись моноэфира, вы бегаете о кипоне с гривой. А, то есть вы поняли, о чем речь, да? Теперь проводим замену в этом уравнении. Если, если, это так и есть, НАТО является зеркальным противоположным отражением России, то попытка убежать от России в НАТО является попыткой прибежать в зеркальное отражение России. Убегая от России, ты бежишь в ее зеркальное отражение. Гениально. Хорошо, идем дальше. Мы говорим, что мы можем вступить в НАТО при двух условиях. Условие первое. Это мы овладеваем Крымом, потому что именно об этом всегда была речь. Привет Очакову. Это первое. Либо разваливается Россия. Хорошо, идем с конца. Разваливается Россия. Вспоминаем пункт, кто является гарантом России. В чем? В чем игла Кащея существования НАТО? В том, что есть угроза России. Нет угрозы России. С кем надо бороться? С Марсом, что ли, блин? С кем? Может, Венера нас будет атаковать? Ага, понятно. Хорошо, с этим пунктом ясно. Пункт мы овладеваем Крымом. Вообще вопрос у нас. Вопрос в чем? Я помню в моем бурном школьном детстве у нас было очень много анекдотов про Чапаев. Чапаев на коне с саблей. Чапаев с саблей на коне брал панцертанки. Панцертанки брал. Выходит так с саблей раз. А те сидят в танке, значит, опа, смотрят. Чапаев на коне с саблей. Ну все, пиздец, деморализация противника. Насрали, напередели в танки и вышли. Ну как так? Ну, блин, ну как это можно представить? Человек вышел, блин. А не дай бог он с саблей пушку отрубит в танку. Представляешь? Танк без пушки. Все. Понимаешь? И я тебе хочу сказать, что, собственно говоря, видимо, Чапаев, он бедняха не догреб одной рукой до другой стороны реки. Понимаешь? Но дело его живет в голове Байдена и НАТО. Понимаешь? Они говорят, слушайте, этот великий Чапаев, он же вошел в историю. Это великий Чапаев. Я думаю, что вы должны, в смысле не я, а этот Байден, Говорит, думаю, что Украина должна увековечить подвиг Чапаева и прямо пехотой компенсировать отсутствие самолета и пешком пойти. Ну а как вы иначе вернете крыль? Только пешком, правильно? Значит, вы должны что сделать? Вы должны поднять всех военкомов, усилить сборную команду. Ну потому что как? Сколько пехоты нужно для того, чтобы компенсировать? И устроить марш до Джанкоя, как минимум. Конечно. А чтобы все было побыстрее, потому что у нас цигель-цигель на ноябрь, ну конец октября-ноябрь, да, у нас выборы стартуют, и эту тему надо закрыть, а Байден должен быть миротворцем или спасителем. Спасителем – это когда нам писец, а он спасает, да, во имя будущего остатки, да. Включается в те технологии. Да, да, да. А миротворцем – это когда, ну, обе стороны уже устали, и тут, ну, пора бы нам как-то вот включиться, да. То есть, либо-либо. Но есть третий вариант – спалить нахер этого Байдена в нашем горящем поезде. Что, собственно говоря, вы наблюдали все это время, как мы пытались поставить на растяжку товарищей НАТО. Ну, мы же, когда туда ехали, четко посыл такой сделали, да. Куда бы они сходили, и что с ними будет? Ну, а что с этого получилось, мы еще обсудим. Ну, это еще мы с тобой обсудим, да. Значит, мы возвращаемся к нашему. Что они говорят? Говорят так, самолетов нет. Нет, и не будет. Вот, свежее я где-то открыл, еще даже не обработал эту новость. Сейчас я ее тебе найду. А, ну вот давай новость. Первое, что попалось. Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет. Теперь я накладываю это, именно накладываю, намазываю это на заявление Байдена о том, нет, не Байдена, шеф Пентагона такой вышел. И на полном. Остин. Бодрячок Остин вышел. Слушайте, чего вам еще от этого НАТО не хватает? Значит, смотрите, мы сделали, как сделал Путин в свое время. Значит, перед войной. Путин, помнишь, собрал этих всех товарищей и заставил на камеру всех признаться в общем преступлении. Помнишь? А у них руки трусились. Особенно у Нарышкина. Ага. И тут Остин выходит такой, говорит, слушайте, мы сделали вам то же самое. Назвали это саммит Украина, что там, НАТО. Значит, все 31 вставали и говорили, мы гарантируем, что Украина, мы, ну не знаю, гарантируем, не гарантируем. Мы знаем, что будущее Украины в НАТО. Все 31. И я сразу возникает у меня вопрос. Ну, типа, мол, все, что вам еще надо? Ну, вот вам же. Лично сидел Зеленский, все вставали, как в школе. Говорили, мы видим будущее Украины. Все. В 2008 году говорили то же самое. Ну, подой. Ну, вот вышел. И тут выходит Орбан, говорит, Украина вообще не суверен. Я хотел бы спросить, а что Орбан, где-то есть стенограмма, что Орбан сказал, как среди этих 31, если, получается, все единогласно сказали да, то как Орбан мог там сказать да, будущее в НАТО, а потом выйти и сказать вообще не суверен. Это в каком качестве тогда наше будущее в НАТО? Это такой консенсус? Это, это, это пиздец. Ну, я бы сказал, что это такое, да. Так, Киевский городской совет наложил мораторий на публичные исполнения. А, это о федерализме, да. Страшное слово федерализма, это мы можем потом обсудить. Так, где же тут Атлантик-каунсел, израильская модель не покатит. Так, где же оно? Гарантия безопасности. Так, так, нет, дружище. Миша, мы же на прошлой неделе, мы же на прошлой неделе, прошлой неделе, вот обсуждали, говорили о саммите НАТО, делились там ожиданиями, пробовали вот выстроить какие-то вот сценарии того, что может происходить в Вильнюсе. Саммит закончился. И что мы вот обсуждаем? Мы обсуждаем риторику Зеленского, многие говорят, что он рвал и металл, рубил правду матку, отбросил в сторону вот этот дипломатический этикет. Говорим о словах министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, относительно того, что украинцы должны быть более благодарны за ту помощь и поддержку, которую получают вооруженные силы Украины. В этой связи говорим об ответе Зеленского на эти слова Воллеса, мы готовы просыпаться каждое утро и как-то особенно благодарить министра обороны, но мы и так благодарны. Серьезно? Значит, я тебе перевожу на простой язык. Приходит Лысый Уоллес, которому срочно нужно, понимая полный пиздец, который происходит в Британии, эти острова нищие, как церковная крыса, эти пираты только живут за счет того, чего грабят и никогда не отдают то, что попало к ним. Понимаешь? Они дают гавань для украденных денег из стран, над которыми они осуществляли управление. Этот Уоллес прекрасно понял, что для того, чтобы эта Британия существовала, им нужно овладеть НАТО. Ну, бабло. НАТО это что? Это рынок сбыта ВПК. Это тот Уоллес, которому пророчили пост генерального секретаря НАТО, но Байден его забанил, его кандидат. Да, да, забанил его нафиг. А этот же сделал все. Что этот Уоллес сделал? Значит, приходит Уоллес и говорит, слушайте, вот смотрите, какая охрененная ружбайка, ружбайка. Честь убить этого медведя возлагается на твои хрупкие плечи. Вот, представишь, какой позор. Не мы, а именно твои, твои, вот лично твои, хрупкие плечи. Значит, вот честь убить этого медведя возляжет на них. Смотри, вот тебе ружбайка. Значит, так, теперь немедленно берешь ружбайку и суешь ее быстро в жопу медведю. Быстро. Вот, пока медведь это не охренел от происходящего. Хлобысь. Все. Значит, хорошо зафиксированная в жопе медведя ружбайка. Теперь медведь поворачивается. Что ты должен сделать? Делать пау, чтобы ее разорвало кедрине мать. Отлично. Отлично. Ты делаешь чик, а оно чик. Медведь так, смотри, мужик. Интересное мероприятие. Никто, помните про медведя? И мы так сразу, Олис, Олис, Олис. Пуля где? Пуля где? Где F-16? Где дальнобойные? Олис, где? В первом квартале 24-го года должны быть F-16. Он говорит, да, мой друг, слушай, ну ты мелким шрифтом не дочитал, что патроны будут завтра. Завтра. Мы обязательно тебе, смотри, мы декларацию приняли о постановке тебе, патроны. Ну просто их нет, их надо произвести. Чтобы их произвести, необходимо у кого-то взять кредит. Вложить это в производство наше, а потом тебе дать. Медведь такой слушает эти разговоры, понимаешь? То есть этот кричит, дай патроны. Тот говорит, конечно, дам, но завтра. Действуй медведя по этому поводу. Ага. Тогда что остается у тебя? Тогда остается единственное. Звать всех домочадцев, и чтобы они палками избивали этого медведя в пешем порядке. Пока тот будет их вот так раскидывать. Правильно я понимаю? И что я должен? Подяковать и Олису? Потому что он за свою Британию, я рад, что он за свою Британию. Ему плевать на эту Украину, я думаю, что он даже не знает, где эта география. Что он сказал? Я 11 часов ехал, а они меня как Амазон воспринимали? Это что такое, блин? Мы тут 500 лет управляем миром, солнце никогда не заходило ради нашей империи. Зулусы играют нам на гитарах. А мы тут приехали. А они, значит, вместо того, чтобы нам эти цветочки венковые, блин, положить, они нас как на Амазон. Кто им телефон дал? Откуда они знают? Что рассчитывал Олис, когда добирался в столицу страны, которая находится в состоянии войны? Ну как на что? Что его именем назовут какой-нибудь перекресток. Ну мы ж назвали именем этого Потлатова. Назвали ж именем улицу. Вам не стыдно? Этот гаденыш вышел и говорит, слышите, я не дам свой телефон в суду. Потому что, вы знаете, я забыл пароль от старого айфона. Пароль от подсапа. Забыл пароль от какого-то телефона вообще. Все, забыл пароль, пошли все нахер. Миша, Миша, а как вам риторика Зеленского во время саммита? Честно? Он мне понравился. Ну я не буду, скажу так, вот то, что не понравилось, это то, что он чуть-чуть смягчился, ну смягчился реально второй день. Но вообще он мне понравился. Да, он сказал то, что я бы хотел им лично сказать перед поездкой. И во первый день саммита это просто, гасите свет. Он, вот тут у меня нет претензий к Зеленскому. Нету. Второй день, да тоже нет претензий. Ну дружище, ну когда все, ну тебя подвесили, тебе выбили табуретку из-под ног. Твои действия. Твои действия. Хрипеть в этой петле. Или все-таки сплясать, блин, чтобы эту петлю хоть как-то, чтобы хотя бы дышал. Ну блин, вопрос же не в его личной гордости. Давайте честно. Я бы чисто по-людски. Я бы им харканул. В морду. И линейка, сука, по носу. Понимаешь? Ну с другой стороны они выйдут и скажут, слушай, ну так это ж ты сам это все. Ну так че, блин, че. Мы тебе так советовали. Я прекрасно помню, те, кто смотрит постоянно наши эфиры, вы рекомендовали Зеленскому в Вильнюс не ехать. Да. Ну слушай, ну твоя гордость, это твоя личность. А если на кону страна, то засунь свою гордость себе. Понимаешь? И делай для страны. Ну уже вариантов нет. Ну все. Ну поздно критиковать, поздно все это. А если бы мы когда-то сделали то, если бы когда-то отрубили руки нахер этому Порошенке, чтобы он не лазил ими грязными в Конституцию, то все было бы по-другому. Если бы когда-то отрубили ту руку, которую подписывала очага Британии, то этого всего бы не было. А напомните, что говорил Порошенко в 2009 году относительно кооперации Украины и НАТО? Когда он был министром иностранных дел. В правительстве Азарова. Петро Алексеевич Порошенко, министр иностранных дел. Каже, не надо нами ты у НАТО, потому что це буде, цитата, раздражать Россию. Не надо раздражать Россию НАТО. Ты что говорил Петр Порошенко относительно Харьковских соглашений, но это сейчас мы будем углубляться просто в истоке. А кто подписал акты капитуляции Минск-1 и Минск-2? Фамилия? Порошенко? Как, блять, ну то если ты подписал акт капитуляции, то кто-то, понимаешь в чем дело? Это же исполнять его будет не фамилия, а институция. Если меняется фамилия в институции и приходит новый президент, то обязательства-то на стране лежат, ты понимаешь это? А не на фамилиях. Ну, так какие у него варианты? Ну, а теперь вышел с трибуны Верховной Рады, что там говорил? А тут все, провально все. Провально. Провально. А план действий, значит, по интеграции он даже не подписал в НАТО. А заявку в ЕС он даже не подал. В принципе. И в НАТО тоже не подавал заявку. И в НАТО не подавал. Ничего он не сделал. А после того, как подписал Минск, а потом власть поменялась, бегал и кричал не капитуляции. Сам подписать сначала акт капитуляции, а потом, когда его приходят и говорят, ну, ваша подпись, исполняйте. А он бегает по плакатам и не капитуляции. Езуит хренов. Ну, так вот это же мы вчера и наблюдали это все. Так вот, возвращаясь к тому, что сказал Зеленский. Зеленский назвал вещи своими именами. Да, эти сразу штаты. Ё-ой. Потому что вскрылось что? Вскрылось, что уже 30 лет двумя руками русские, американские нас рвут пополам. И это, по сути, две руки одного тела. Ядрить твою дивизию. Крах всех иллюзий, понимаешь? То, что сказал Чеплыка, что это зеркало и отражение. Нет оригинала, нет отражения. Нет зеркала, нет тоже отражения. А вот вопрос. Когда у Зеленского спросили, как вы думаете, когда Украина вступит в НАТО, по-моему, дело было так, но Байден перехватил тут слово и начал отвечать на этот вопрос. Мол, через час и 20 минут какие у вас проницательные вопросы? Это вообще что было? Это был акт унижения. Это был акт унижения. То, что сделал Уолис, это был акт публичного унижения Украины. То, что сделал Байден, это был акт публичного унижения Украины. Они думают, что они пытались Зеленского унизить. Ну, то есть, если ты мне задаешь вопрос, и я представляю страну, я же не себя представляю, и я хочу тебе ответить на это, и вдруг сидящий рядом дед какой-то, говорит, перехватывает твой вопрос и отвечает за меня, то как, что это? Ну, это дед президент Соединенных Штатов Америки. Да мне насрать президент, чего он. В ООН все равны. Понимаешь? И я точно такой же Украина, точно такой же соучредитель ООН, точно такой же соучредитель ООН, как и этот дед со своей страной. Вот и все. Ну, это называется внешним управлением. Публичная демонстрация внешнего управления. И это сделал Олис, и это сделал дед. Понимаешь? Это акт публичного унижения страны. И то, что им Зеленский ответил, это правильно. Но с другой стороны, блин, с одной стороны ты им ответишь, а с другой стороны они перекроют кислород, и на это все закончится. Будем точны. 12 июля, первая встреча Байдена с Зеленским, журналисты спросили у президента Украины, как скоро после окончания войны Украина вступит в НАТО. Байден ответил вместо Зеленского час и 20 минут. Вы, ребята, задаете очень глубокие вопросы. Очень глубокие вопросы, да. Так вот, они же все ответили. Еще раз на пальцах. Без Крыма, точнее, с Крымом, Украина не может быть в НАТО по причинам геополитическим и геостратегическим. При условии, что существует Россия, Украина с Крымом не может быть априорно в НАТО. Точка. Это было известно с 91-го года. Поэтому у нас были именно такие переходные положения в Конституции. И именно поэтому у нас в Конституции не Крымская область, а А.Р. Крым. Удивительная конструкция, территориальная автономия. Где вы такое вообще видели? Это все равно, что я скажу, знаете, Позняки, это географический отдельный район. Нет же других Позняков? Нет. Значит, у нас автономная республика Позняки. Понимаешь? Прежде. Унитарная столица Киев. Унитарная столица Киев, да. Понимаешь? Почему это было так? Да все по тому же причинно-следственные связи. И история была задолго до того, как вы родились. А не бабочки. Знаешь, вот это... Ой! Это... Как оно называется? Это клиповое мышление, да? Клип первый, клип второй, клип третий. Тык-тык-тык-тык. Повестка дня поменялась. Офис простых решений. Улыбаемся и страх. Офис простых решений. Так, ребята. Куда делась святая Джавелина? Образы ее писали. Куда? Ты зачем украл святую Джавелину? Куда с повестки дня делась святая Джавелина? Которая должна была на корню все сломить. Куда делся Папа Хаймерс? Ты зачем спрятал Папа Хаймерс? Куда-то? Где он? Не понял. Он должен был... Ну, сейчас у нас кассетные бомбы, кассетные боеприпасы. А, кассетные боеприпасы. Уже в Украине, если верить нашему бригадному генералу. И посмотрел на седьмой день Бог на творения свои и сказал... Зай! И все как... Зай! Ясно. Потому что что-то медленно у вас наступление идет с 4-го числа, объявленного. 4-го июня объявили в США. О, Миша, кстати, а вот на саммите НАТО вообще ничего не говорили о наступлении? Возможно, я что-то пропустил. Друг мой. Ну, видимо, в гугле контрнаступление дают, а потом бах, и функция исчезла. Когда ты последний? До саммита НАТО столько было заявлений, оценок, мол, о том, что медленно это все происходит, что на эти операции уйдет несколько месяцев. Ну, разве что вот Петр Павел опять повторил свою мысль относительно, что у вас в рамках этого года одна попытка. Вот. Ну, мы же делаем скидку на то, что Павел... Да не надо скидок делать. Они все прекрасны. Я же еще раз сказал. Значит, либо вы идете на Минск-3 и делаете это сейчас. Вот точка принятия решений июль. И делаете это сейчас. Тогда, изверновая сделка, НАТО вам будет только уже... Вы соглашайтесь на территориальные уступки. Да, это означает конец действующей власти. Ну, так и хорошо. Идите нафиг, мы вам дадим гарантии. Ну, какие гарантии они дадут? Да никакие. Потому что на их место приходит, кто уже новая, готовая американская власть? Опять же, эти все там, кто там, притулы, там, эти клички и эти порошенки. Ты что думаете? Эти тупые такие, что ли, действующие? Они же понимают, что когда придут эти, этих заклеймят, придут попорядники, экзрадники, что они, значит, там, территориальные уступки и так далее. И выловят везде и заставят платить. Ну, потому что каждая новая власть заставляет платить предыдущие. Это что, таким непосильным трудом заработанные отдать этим, что ли? Знаешь, старинная украинская традиция. Они говорят, нет, нет, полруки длинные. Мозолистые руки, Миша, мозолистые. Мозолистые, да. Говорят, полруки, поэтому мы идем на Гештальт 2.0. Ну, то есть мы... А тебе говорят, так вообще вопрос один. Если без Иловайска никак, то вперед. Значит, для того, чтобы гарантировать вам Иловайск. Значит, мы так, мы... Путин, 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 скажи, у тебя кассетных боеприпасов дохера? Да. Путин, скажи, у тебя средств доставки этих бомб. То есть вопрос же не в том, чтобы это с рогатки каким-то снарядиком. Потому что бомбы нормальные, да, с крыльцем. Чтобы по 70-80 километров летят, чтобы с самолета быть запущен. Ирана, самолеты прилетают, продолжают прилетать? Продолжают. Скажи, мой друг, у тебя средства доставки есть? Есть. Но, да, дохера, ясно. Значит, это так. Даем Украине три кассетных боеприпаса. Другие дадут по пять. Это уже не важно, сколько мы им дадим. У них средства доставки есть? Нет. Все, ясно. Значит, средств самолетов нет. Извините. Атакамсы не дают? Атакамсы. Мы размышляем об этом, да. Атакамсы мы только размышляем. Нет, мы не размышляем, мы просим. А размышляет белый дом. Ну, они, я с их точки зрения, понимаешь? Самолеты мы вам не дадим, атакамсы мы размышляем. Пилотов мы вам подготовим аж четыре штуки. Сегодня цитата была, что это не на часе вообще, да, цитата Байдена, что это не на часе. Или не Байден, а кто-то там из них сегодня это сказал. По-моему, Байден перед тем, как отправиться в Финляндию. Не-не-не, сегодня кто-то. Значит, они два раза сказали. Значит, два раза сказали. Значит, самолеты нет. Ну, скомпенсировать. У вас прекрасные военкомы. У вас прекрасные военкомы. Они могут так много собрать пехоты, количеством которой можно компенсировать любой самолет. Так же, что говорят в США? А для того, чтобы эта пехота не задерживала нам график до ноября месяца, давайте, значит, так, чтобы русские начали кассетами кидаться и вы, потому что это же по вашей земле, по вашей. Давайте, чтобы побыстрее площадями вот так вот. То есть, устройте кассетное побоище, да? По-моему, какая-то мало крови. Ну, они же сидят с 4 июня, да, когда они объявили контрнаступление за нас в США. 4 июня. Ну, слушайте, это уже больше месяца прошло, а что-то народ билеты оплатил, уже кофе все допил, а вы тут до сих пор кого-то, никто никого нет сам. Что за херня? Значит, так, дайте кассеты. Кассеты давайте. Если они там что-то телятся, дайте кассеты. Не получится с кассетами, это что-нибудь другое, новое. Кинем, потому что, ну, как-то надо оживить мероприятие. Что непонятного? Что ж тут неясно, что происходит? Миша, Джозеф Байден, еще одно заявление. Я не считаю, что боевые действия в Украине будут длиться годами. Есть две причины. Номер один, я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего из-за ресурсов и потенциала. Номер два, говорит Байден, я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов Путин решит, что это не в интересах России, экономически, политически и в других продолжать этот военный конфликт. А где запятая? Я всем говорю, слушайте, а с вас что, корона упадет? Байден, с тебя корона упадет, сказать, как сказал великий анархист и далее вот то, что он сказал. Вот с тебя что, корона упадет, сделать ссылку на оригинал или что? Нет, какие-то все-таки стеснительные. Так я вам сразу сказал, кто там рассказывал, что это на годы и т.д. А ну вспоминайте, что говорил Чеплеер? В лесах нахер все. Какие нахер годы, блин? Два-три месяца это потолок вообще всего ресурсной базы всей, у них. Почему нам дают кассеты? Байден, цитату, а ну, почему дают кассеты? Потому что нет обычных боеприпасов. Правильно сказал Байден? Ясно. А самолеты? Наверное, часы. А что еще сказал Зеленский по возвращению? Что очень туго идут переговоры по артиллерии дальнобойной, да, и вообще по артиллерии. Но мы над этим работаем. То есть артиллерии нет, самолетов нет. Хорошо работают военкоматы пешком, народ загоняют, все понятно, для компенсации. А чтоб побыстрее было кассетные, да? Потому что обычно... А то сопровождение идет медленно, говорят... Да, и мало кровавого. Какие нахрен годы? И выходит Байден говорит, да, ваш анархист правильно сказал, какие нахрен годы, блин. Цейдель, цейдель до ноября, раз вы уже проскочили этот пункт, второй раз уже, ну куда? Вы его проскочили, потому что мы давали. А теперь на этот раз вы без гида сходите за свои бабки. Вперед, один, без ансамбля. Ветер спину. Вот они сказали, на Гешталь 2.0 с густыми идете сами. Мы работаем над текстом Минска-3 интегральным к ноябрю, а вы работаете с русскими про географию, где она пройдет. Вот где вы там с ними довоюетесь, там география и пройдет. Все. Миша, вот вы говорите о том, что мы спустя год, по сути, вот говорим о том же, о чем рассуждали в прошлом году, вот 14 июля 2022 года. Забегая наперед, учитывая то, что, ну беря во внимание следующий юбилейный саммит НАТО состоится в Вашингтоне в аккурат к президентским выборам 2024 года. Как вы думаете, спустя год, о чем мы с вами будем говорить, дай бог, если доживем в эфирах Политеки? 14 июля 2024 года. Например. Мы будем говорить о том, что свершилось пророчество Чаплыки, которое он сделал в 2020 году. Что даже частями, и все эти элиты понимают, даже частями Украина не будет в НАТО. И тут Зеленский прав. Соглашаться на территориальные уступки ради вступления в НАТО, это согласиться на уступки и не получить НАТО. Потому что если речь идет о территориальных уступках, ну хорошо, перевожу на простой язык, мол только западная часть Украины может быть в НАТО. Нет, не может. Понимаете? Да, там будут базы, да, там будет ленд-лист, да, там будет вооружение, да, там будут самолеты. Но это не будет НАТО. Запомните вы это. И по прошествии года мы будем говорить о том, что сбылось, сбылось это пророчество. А речь может будет идти потом о миротворческом неком контингенте НАТО, который будет по согласованию с русскими, находиться там. Но никоим образом не будет им угрожать, потому что вокруг РСФСР должен быть пояс. И этот пояс является Белоруссией, а Украина, значит, от стыка трех границ вниз. Чтобы не было там НАТОвских войск. Потому что нужна дистанция. Вот и все. Все то, о чем говорил Путин с Трампом тогда еще в Женеве. Все то, чего они описывали в декабре. И все то, что сейчас выдал нам Байден. Но только очень опосредованно. Путин с Трампом в Женеве? Ну а что? Забыли? С Трампом, по-моему, или кто там тогда был? Че Байден? Стратегическая стабильность? Июль 21-го года Байден был. Байден? Че Трамп? Трамп? Нет? Байден, Байден. Байден. Ну, значит, Байден. Они все это... Трамп, они прощались раньше, когда там футбольными мячиками обменивались там. А, ну, у них длинная история отношений, да. Это две руки одного тела. Это две руки одного тела. С 90-х годов они рвут Украину пополам. Им срать на эту Украину, понимаешь? Кроме нас самих она никому не нужна. Миша, а когда Зеленский говорит о том, что мы не променяем даже село с одним дедом ни на один стаб. Это о чем? Можно я тебе скажу одну простую вещь? На море хоть раз или на воде, на озере, на речке были? Я думаю, каждый был хоть раз. На озере, на речке, на море. Скажите, мои друзья, если вы не можете плавать, или не умеете, или не можете, а происходят какие-то, ну, не знаю, водоворот или что-то еще, или волна огромная, или что-то еще, и на ваших глазах кто-то тонет, что произойдет, если вы, не умея плавать, не имея для этого возможностей, кинетесь спасать того, кто тонет? Не спасатель, вы. Что будет по итогу? По итогу будет два утопленника. Я ответил на вопрос? Ответили. Саммит Брикс состоится в следующем месяце, в августе, в Юхангсбурге, это столица Южноафриканской республики, и оргкомитет этого саммита сообщает о том, что Си Цзиньпи, Моди, Лула Ладасилва, Ромафоса скоро встретятся. И к ним должен примкнуть? Лично. Лично. А как же ордер об аресте Путина, выданный Международным уголовным судом? А как же безракетное празднование 500 дней войны? А как же перемещение из Анкары в Румынию, а потом катерами на Змеины, и фугас упал на Змеины не в этот день, а чуть позже? А как же отсутствие кораблей, никаких выстрелов в эти дни? А как же возврат Азова, якобы в пику русским? А? А как же? Вот так же, как ордер Муса. А как же снятие санкций с компанией, британских санкций, с компанией, которая поставляла запчасти к ворованным лизинговым самолетам в России, сняли санкции и самолеты ворованные лизинговые. А к чему тогда были эти со-санкции? А, вот так вот, да, какая интересная игра. А вы знали, что Россельхоз, который требует по зерновой сделке, требует подключить к Свифту, что ему этот Свифт в принципе нахер не нужен, потому что у них есть спецсчет для торговли удобрениями и зерном, и этот спецсчет через банк GP Morgan. И они рассчитываются в валюте. Ну, ну, а вы знаете, что никаких санкций на ядерную, ну, то есть на уран, который получают, не уран, а эти, ну, вообще, наверное, на сырье, которые получают США и Франция, никаких санкций на это нет. А вы знаете, что алмазы, которые гранят в Бельгии, никаких санкций по этому поводу нет. А вы знаете, что афинаш золота в Швейцарии нормально проходит, никаких санкций британских на это нет. Ну, 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 ну и газ нормально прокачивается, война, война, газик нормально прокачивается из России в Европу. Ну, привязанно-то. Ну, да, а тем временем мы потеряли собственность государственной над наркоатомом, нефтегазом, продали землю, вводим крупнейшие в Европе олигархические поля драпа и наркоты под видом капелек. Ну, и другие ништяки. А тут Буданов заявляет о том, что наша разведка имеет свои источники в окружении Путина. У нас есть свои источники в самых высоких кабинетах Кремля. Поэтому мы прекрасно знаем, что происходит. Да, слушай, да у Кремля, у кого только нету источников в Кремле, я тебя прошу, Кремль, нашел чем хвалиться. Там эти медведи тебя на балалайке в окно исполнили, блин, все, что надо, что не ясно. Там Путин умер, и четыре новых его этих двойника, четройника, ходят и поют с медведями на балалайках, что ж не ясно. Другое интересно, что оказывается мы, наша разведка, знала все черновики на столах президентов стран НАТО. Да, об этом же говорил Буданов. Буданов предупреждал, что ничего хорошего саммит НАТО в Вильнюсе нам не принесут. Вот это серьезно. А то, что в Кремле там эта фигня. Да мы и слушаем фигня. Да мы знали больше, что будет в Молдове, чем больше, чем их не спешит. Было дело. Представляешь, я тебе скажу, почему Ватикан к нам ездит. Ватикан охренел. Всю жизнь Ватикан был самой крутой разведкой в мире. Оказывается, хер. Никакой Ватикан уже просто вообще ничто, понимаешь, по сравнению с нами. Так что все. Теперь мы на месте Ватикана. Примерно окурят в углу белый или черный дым. Севстинской капеллы. Вот единственное, что им осталось. А вот по поводу заявлений Путина о том, что Вагнера больше нет. А кому же деньги давали? Из бюджета? Слушай, ну это все было известно давно. Да это во всем мире так. Не, ну что кто-то выйдет и скажет, что частные армии тогда нет такого. У них закона нет. Да и во многих странах мира нет. А что, частных компаний нет? Есть. Дело в том, что оно оформлено по-другому. Как у нас, как в Украине работают эти частные армии? Как охранные предприятия, да? Или как оно называется? У них у всех по бумагам эти шариковые пульки, эти автоматы, очень похожие на калаш, но на самом деле это воздушка по сути. А как ты отличишь воздушку от настоящего визуально? Да никак. Ну вот. И все эти частные армии на самом деле нет. Есть у нас частные армии? Нет. А они на самом деле есть? Есть. А все эти добробаты, что ходили там. Одни отжимают зерно, другие защищают зерно. Ну то есть нормально. А где работать после войны? Одни отжимают гостиницу под видом. Там достаточно что сделать? Достаточно написать рапорт, что они отказываются идти на передовую. И все, и они с оружием находятся в тылу. Все. Они отказались идти. На них там дела заводят. А что они делают в это время? А в это время они идут и захватывают гостиницу. Знаете почему? Потому что там цель российских грошей. Все, цель российских грошей отдал. Все, мы расквартировались. Мы забрали российских грошей. Какие нахер российские гроши? А все, иди, иди. Откроешь рот, сейчас застрелы. Мы же не на передке, понимаешь? Все. Потом, да, так, слушайте, надо же возвращать гостиницу. Так, а есть какой-то другой там батальон, который тоже не пошел на передок. Тоже под ДБРом, блин. Но тоже с оружием. Бродит тут по тылам. Есть. О, дайте их. И они сразу приходят. А ну, выходите оттуда, негодяи. Это не российские гроши, это польские гроши. Вы помылились, это польские гроши. Так, и начинается. Вы прослушали краткий курс будущего. А тем временем, чем занимается Верховная Рада? Вот буквально только что. Рождество будет праздновать 25 декабря. Переносятся даты праздного дня украинской государственности с 28 июля по 15 июля. День защитника и защитницы Украины с 14 октября на 1 октября. Еще же выделили, по-моему, несколько миллионов. Не помню, 500 миллионов на музей. На музей Смутку, да. На музей Голодомора. Чем они там занимаются? Понимаешь, в чем дело? Я бы хотел сказать, что они, знаешь, как кот, которому нечем заняться, он вылизывает яйца. Но кот, животное безобидное и даже полезное. И даже когда он вылизывает яйца, он, в принципе, доставляет какое-то эстетическое удовольствие. А депутаты в Раде, это люди, которые понимают, что, собственно говоря, Титаник-то тонет, благодаря их руководству. Титаник тонет. И его уже все, он тонет. Поэтому единственное, что можно сделать, это выгнать каким-то образом с помощью военкомов, выгнать нахер этих товарищей пассажиров со своих кают, выгнать их всех на палубу, чтобы не мешали команде шарить по этим, чтобы не мешали команде шарить по каютам. Понимаешь? Все. А потом это все грузим на лодочке и отплываем. Вот чем занимаются депутаты Рады. Они же это прекрасно понимают. А для того, чтобы товарищи не отвлекались на происходящее в каютах, на палубе должен играть оркестр. Оркестр. И этот оркестр должен играть. Переименование улиц, смену гербов, что там еще должен играть, эти памятники нахер куда-то посносить, книги запрещать, каннабис покурить. Это должен проиграть этот оркестр. И он этим занимается. Мне все ясно. Это же какой розовой пони надо быть, чтобы этого не понимать. Особенно люди... И на двоцепинделе крутиться, вертеться, да? Просто я не могу понять, получается что? Что у нас народные депутаты отвечают и определяют, когда мы должны праздновать Рождество? Ну смотри, тут и да, и нет. То есть государственные праздники останавливает Рада. Ну в смысле выходные. То есть это да, Рада. Но с другой стороны, ты туда лезешь. Понимаешь? Вот что ты туда лезешь? Вот это не ясно. Давайте будем регламентировать позиции секса в семье. Ну как это так? Государство еще не отрегламентировало позиции секса. Ты что, вне регламента это ясно? Да, в каких позах заниматься сексом? Ну конечно, это нужно обязательно регламентировать. В Верховной Раде еще куча всего. Зачем я им это подсказываю? Подождите, не надо подавать идеи. Ну вот они этим занимаются. Запросто, поверь, от этих всего можно ожидать. Потому что их интересует украсть гостиницу. А для того, чтобы вы другим занимались, вам надо переименование улиц. Ну все, вперед. А, ну раз мы начали вот эти все, что ты там уже начал эти музеи и так далее. Скажи, пожалуйста, а почему нельзя было на эти деньги, если ты реально мыслишь о будущем? А будущее это дети. Почему ты не открыл крупнейший, например, в Европе экспериментариум для детей? Почему? На эти деньги. Открой в Киеве крупнейший большой экспериментариум, где дети смогут переходить в музей, ну в экспериментариум это что? Ну разные приборы, которые объясняют на пальцах, можно все потрогать, покрутить, знать, как работают законы физики, химии, математики, оптики. Все это изучить и посмотреть, это так интересно. Почему ты это не открыл? А не, ты музей смутку, смутку, босиноги 21 столетия, босиноги на пасеку, вили, грабли, сорос вам бубна підніме ночью освещать плоского того луну, чтобы вам это освещали. Миша, все понятно, так а в чем Гишев тогда? Что, а, ну Гишев, слушайте, так украсть-то можно было бы и на экспериментариум. Ну если вы и так, и так крадете. Ну так блин, ну так украдите на экспериментариуме, что вы черти делаете? А? Куда вы дели клубы юношеского творчества? А? Клубы юного техника? Куда дели? Кого вы растить хотите? Дебилов нахер на пасеке или что? Ну вот чем занимается Раду. Вы этого хотели? Вы за это голосовали? За этих, как оно, модерни, модерни, они из будущего, эти, на самокатах. Они, мы, мы еще ходим пешком, а они уже на электросамокатах ездили. Из майбутнего. Остается вспомнить еще офис простых решений. Магия, магия простых решений. Сейчас поставлю вот чашку, буду заряжать. О. Ну что тебе сказать? Ну вот тебе все ответы. Понимаешь, в чем дело? Воруют все. Только одни воруют с прибыли, и с чего-то полезно. А другие воруют за смутку. Вот и все. Вот и все. Так, если выйдет кто-то и скажет, что придут те, кто не будет воровать, плевать. Потому что, ну это не по-честному. Потому что коррупция, вот то, что называется коррупция, это как масло в коробке передач. Если это Бугатти, коробка передач, система госуправления, там масла, может, и не надо. А если это Жигули бывшие, но теперь оно называется на модерный лад Жигули, Жигули, понимаешь? То туда этого масла надо до хера. Потому что если ты масло сольешь, то коррупция, оно все застопорится. Понимаешь? Все, стоп. Так в Италии, так это говорят. Ну, так называют. Ну, вот. Так вот, товарищи. Воровать и поливать это масло будут все. Только одни. Если ты можешь построить музей-смутку и построить крупнейший там экспериментариум для детей, и украдешь и там, и там. По 100 миллионов, грубо говоря. Ну, так лучше сделай это. Тебе люди хотя бы спасибо скажут. Но нет. Но нет. Понимаешь? Если ты можешь, не знаю, там, украсть на, на, на что тебе там сделать, значит, там, какие-то эти, светлицу там, значит, там. Там, раньше были пионерские комнаты с барабанными этими дудами горными, да. Ну, теперь будет там якась инша. Ну, все же то же самое. Знаешь, у нас же умеют только таблички поменять. Понимаешь? Вот. Вместо того, чтобы открыть какой-нибудь там, не знаю, клуб юношеского творчества. У нас, я помню, ходил на авиамодельный в детстве. Ходил на авиамодельный. Даже разряд у меня был по авиамодельному. А прикинь, если бы мы это дело не зарубили, а у нас это бы развивалось эти 30 лет. Да ты себе представляешь, сколько бы у нас было беспилотников и дронов. Да мы бы в каждом дворе собирали. Понимаешь? Кто нет? Как не придешь на какой-то там базар, там, радиобазар, много военных, и кто-то берет, это берет, а вот на это, а вот народные промыслы, а мы вот это делаем. И возникает вопрос, чем занимается наше государство? У нас уже 10 лет война, а мы непонятно, во что превращаем. Он САРН, УКР, Оборонпром, и чем он занимался, это тоже большой вопрос. Ну, ставишь здесь председателя, мальчика, значит, 31 год, чтобы он поставил свои подписи, и все. Ну, все, свободен мальчик. Ну, что ж тут неясного? Ты что думаешь, что наши поставили? Ходят легенды, что это АП там ставят. Ни хера. Я вам открою тайм. АП хотели другого. Это звонок от Шпинделя был. И на имя нагнули всех. Сейчас еще будет звонок от другого Шпинделя. И попытаются маркать. Даже не важно, какой там флаг на Шпинделя. Ну, что же, Миша, будем завершать. Огромное спасибо за этот разговор, за этот эфир. Михаил Чаплыга, политический аналитик, ведущий эксперт в вопросах открытых и закрытых гештальтов, был сегодня вместе с нами на Политак. И благодарно всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Спасибо, что нас смотрите. Берегите себя. До свидания.